Музыка Привет! Ее величество весна, время пробуждения природы. Все вокруг оживает и расцветает. Мы вдохновленные пением птиц, яркими лучиками солнца подготовили для вас свежие и интересные сюжеты. Поехали! Смотрите сегодня в программе. Юные натуралисты из учебно-воспитательного комплекса стали лучшими в Украине. Затем расскажем, как прошел конкурс экологических агитбригад в Центре творчества и досуга. Далее выясним, какими интересными особенностями и свойствами обладают близнецы. И на десерт расскажем, чего ждать от премьеры фильма «Ной». Не переключайте! В середине марта защитники природы из Красноармейска стали победителями национального этапа международного турнира «Юных натуралистов». Команда учебно-воспитательного комплекса стала лучшей в этом интеллектуальном противостоянии. Как ребятам это удалось, узнаем из следующего сюжета. Красноармейский учебно-воспитательный комплекс можно поздравить с новым достижением. На этот раз ученики успешно выступили в национальном этапе международного турнира «Юных натуралистов». Это конкурс, где школьники из разных уголков Украины соревновались в умении решать актуальные проблемы естественных наук. Участникам турнира нужно было проявить знания из области химии, физики, биологии, географии, математики и других предметов. Наши детки смогли проявить свои знания в этих областях. И это было непросто, потому что там были представители семи команд. С Хмельницкой области были, и Свинницкой области, и Черниговской области, и Сумская область. И вот наши детки оказались победителями. В заочном отборочном туре национального этапа принимало участие 26 команд. Сильнейшие из них попали в финал, который проходил в Киеве, в эколого-натуралистическом центре. Юным интеллектуалам предстояло выполнить множество интересных и увлекательных заданий. И команда учебно-воспитательного комплекса успешно справилась со всеми испытаниями. Ребята очень творческие, я бы сказала, умные. Еще что для них характерно, они и воспитанные, и добрые, и отзывчивые. Но, понимаете, иногда такое есть выражение, для меня очень важно, ученик-друг. Есть просто ученик, но давайте с этой позиции будем. А есть именно твой единомышленник, который может все и не воспринимать, как мы бы хотели взрослые, но тем не менее прислушивается. И потом он это через себя все пропускает, и получаются очень хорошие результаты. Ребята усердно готовились к турниру юных натуралистов. Штудировали учебники, разрабатывали презентации и проекты. Готовясь к конкурсу, девочки и мальчики создали уютный зеленый уголок на территории школы. А еще придумали экологический туристический маршрут. Было очень интересно посмотреть, как все это будет происходить, как будет нас оценивать жюри, какие команды приедут. Если честно, мы очень много готовились, и все-таки была какая-то доля волнения перед этим турниром. Но спасибо нашим преподавателям за поддержку, за то, что они нас так хорошо подготовили. Когда мы в предыдущий день увидели своих соперников, мы поняли, что будет тяжело, этот бой будет очень тяжелый для нас, так и для них. Но после того, как прошли эти бои, мы вечером не смогли точно сказать, какие наши силы. А когда уже огласили результат, мы очень удивились, обрадовались. Нам очень понравился этот конкурс. На турнире школьникам нужно было не только проявить эрудицию, но и умение отстоять свою точку зрения в научных дискуссиях. Мне очень понравились сами научные бои, там, где мы представляли свое задание. На научных боях был докладчик, оппонент, рецензент. Надо было не только хорошо подготовить, а уметь еще и рассказывать. Мне было очень интересно, узнавательно, потому что я это первый раз увидел, поучаствовал, как говорят, попробовал на себе. А еще юным натуралистам нужно было провести химические эксперименты. Что-что, а химитель школьники любят. Поэтому и здесь ребята достойно справились с испытанием. Очень часто получается совершенно неожиданный, но красочный результат. В основном мы проводили качественные реакции на разные реагенты. Но иногда нужно было сделать что-то новое. К примеру, у нас было задание, нужно было составить, налить в одну пробирку несколько жидкостей, чтобы они не смешивались и были разного цвета. Не за горами, а именно в конце апреля в Болгарии команда учебно-воспитательного комплекса будет представлять Украину в финале турнира юных натуралистов. Там ребятам предстоит соперничать с интеллектуалами из других стран. Ну а мы желаем красноармейским школьникам показать класс и вернуться с победой. Недавно в Центре творчества и досуга состоялся конкурс экологических агитбригад. Но перед тем, как мы расскажем, как он прошел, поясним, что такое агитбригада. Ведь далеко не все знают значение этого слова. Агитбригада – это творческий коллектив, который в своем выступлении затрагивает злободневные проблемы своего времени. Не переключайтесь, и вы узнаете, как школьники в необычной форме пропагандируют защищать нашу планету. На нашей планете множество дивных мест, созданных самой природой. Их необыкновенная красота очаровывает и поражает воображение. Но, к великому сожалению, из-за деятельности человека богатства природы только уменьшаются. Все это приводит к ухудшению экологии. Чтобы привлечь внимание школьников к этой проблеме ежегодно, в Центре творчества и досуга проводится конкурс экологических агитбригад. Такие мероприятия у нас проводятся уже много лет. Это по экологической теме. И вот впервые у нас была тема о сохранении видов растений, которые исчезают, которые занесены в Красную книгу природы. Ребята разными способами старались раскрыть заданную тематику. Основной посыл выступлений школьников можно охарактеризовать фразой «Наш удивительный мир может перестать быть таким, какой он есть сейчас, причем по нашей вине». А Красная книга с ее разноцветными страницами как раз создана, чтобы беречь природу. Черные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше никогда не увидим, кто уже вымер. Красная страница показывает нам особо редких и исчезающих видов животных и растений. Желтые страницы – те животные, количество которых быстро уменьшается. Белые страницы – это те животные и растения, которым всегда было немного. Серые страницы внесены те животные, которые очень мало изучены, и в местах обитания мало доступны. Зеленые страницы – те растения и животные, которые нам удалось сохранить и спасти их от вымирания. Команда защитников природы из общеобразовательной школы номер два нестандартно подошла к выполнению задания. За время их выступления зрители успели побывать в нескольких временных пространствах – в прошлом и будущем. Так первобытный человек напомнил всем о том, что в отличие от современных людей, в древности все очень бережно относились к природе. А гости из будущего продемонстрировали, что нас ждет, если мы не будем ее беречь. Темой нашего выступления является загрязнение окружающей среды. Мы решили показать, какое было раньше загрязнение, что вообще не было, и до чего дошел сейчас прогресс. Мы считаем, что если так пойдет дальше, то в 30 веке не будет ни деревьев, ни цветов, ничего живого. Я потомок человека из 30 века, там есть роботы, машины, нет животных и цветов. К вам вернулся я с советом сохранить планету эту, чтоб цвели сады кругом, птицы пели под окном. Речка шумная текла, счастье, радость нам несла. К этому мероприятию мы готовились больше, чем две недели. Я считаю, что это нужно было для нашего города. Мы показываем всем пример, что нужно все-таки защищать свою природу, что нельзя разводить мусорник здесь, делать из города, из нашего. Поэтому с наступлением весны все должно быть чисто, аккуратно, чтобы воздух был свежим. И детки наши маленькие тоже ходили в садик и не видели никаких там ни шприцов, ни фантиков, ни пакетиков. Я за что за здоровый образ жизни, что за чистую экологию в нашем Красноармейске. Каждый человек должен начать все с себя. Если он будет правильно относиться к природе, он будет ее беречь. Соответственно, другие будут следовать его примеру, и экология будет спасена. Своим выступлением мы хотели бы напомнить людям то, что нужно беречь экологию города. И город будет намного красивее, будут расти цветы, деревья. Все будет очень красиво. И если не разбрасывать мусор, где попало, а выкидывать его в отдельных для этого местах, то все будет лучше. Чтобы привлечь внимание публики к экологическим проблемам, участники пели, читали стихотворения и инсценировали миниатюры. Согласитесь, так намного интереснее узнавать что-то новое об экологии, чем читая книги. Для зрителей познавательно, а для выступающих – отличная возможность проявить свой творческий потенциал. Музыка Вот так ребята агитировали всех. Обратить внимание на одну из важнейших проблем нашей планеты. Ну а лучше всего, по мнению жюри, это получилось у команды защитников природы из учебно-воспитательного комплекса. Обычному человеку для того, чтобы увидеть свое отражение, достаточно просто взглянуть в зеркало. А вот близняшки и двойняшки могут обойти себе зеркал. Им достаточно посмотреть лишь на своего брата или сестру. Какими еще особенностями, кроме внешнего сходства, обладают такие люди? Я во всем разобрался и расскажу прямо сейчас. Рождение детей-близнецов во все времена считалось необычным явлением. И сегодня они не перестают вызывать удивление. Им приписывают множество особых свойств и черт. Каково это иметь рядом с собой свою точную копию? Никто лучше самих близнецов об этом не расскажет. Вера и Лера имеют созвучные имена. Невероятное визуальное сходство, да еще и по знаку зодиака близнецы. Девчонки уже привыкли к тому, что окружающие с трудом определяют, кто из них кто. Но для сестер это не вдомек, ведь они считают себя совершенно разными. Когда мы смотрим на себя друг к другу, мы вообще разные. Как можно сказать, что мы близняшки? Мы все смотрим и думаем, ну как? Мы вообще разные. Как две капли воды похожие внешне, близняшки очень разные по характеру и темпераменту. Лера спокойная, а Вера более шебутная. Сестры практически всегда и везде вместе, поэтому они даже не знают, как это скучать друг подружке. Удивительно, но случалось и такое, что в детстве Вере и Лере мог присниться один и тот же сон. У меня когда-то приснилось, что я читала книжку и подошла Вера. И она забрала у меня эту книжку, начала со мной спорить и не отдавала ей. Потом утром, когда я проснулась, я спросила, Вера, мне очень приснился странный сон, случайно у тебя ничего не снилось? Она сказала, да, мне снилось, что я у тебя какую-то книжку отбирала. Я спросила, какую книжку, говорит, не знаю, просто брала, отбирала, мы еще и спорили с тобой. Руки вот так поставили. Давай, я не смогу ли это кинуть? Тогда на тебя сил кидай. Баб, ну хотя бы долетел. Существует мнение, что близнецы могут чувствовать друг друга на расстоянии. Вера и Лера тоже замечали за собой такую интересную особенность. Я болела и лежала в больнице далеко от моей сестры. Я плакала, она мне позвонила, она это чувствовала, она тоже плакала. Я же говорю, ты что, плачешь? Она говорит, да, мне плохо. Я говорю, ну я тоже плачу, я же это чувствую, пожалуйста, не плачь, потому что мне сразу грустно становится. Начинающие воркаутеры Влад и Леша, как вы, наверное, уже догадались, тоже близнецы. Ребята постоянно сталкиваются с тем, что все вокруг путают их. Мои знакомые, они подходили ко мне и постоянно, Леха, привет, пошли там, например, погуляем где-то. Я как бы даю им знать, что я Влад. Иногда братья пользуются этим. Влад и Леша даже пару раз пробовали схитрить. По примеру легендарных персонажей из советского фильма «Электроник», которые выдавали себя друг за друга и постоянно попадали в передряги. Я помню, много раз в детстве, нам лет по семь, по шесть было, папа нам много раз задавал учить летом много стихов. И я, ну, в основном, я всегда первый выучивал стих. И шел первый рассказывать, и рассказывал, папа говорил, ну все, можете гулять. А тут Леха сидит и с книжкой и сидит, учит. Я ему говорю, ну давай свою одежду. И мы переодевались там вообще. Ну, смотрите, в чем прикол. Я подходил к папе, он сидел, смотрел телек, я ему перескалывал стих. И он мне говорил, Владик, иди гуляй, переодевайся, отдай Лехину одежду Лехе. И Хай идет учить стихи и идет мне рассказ. Парни рассказывают, что в детстве были неразли и вода. Сейчас, когда повзрослели, у каждого стали появляться свои интересы. Но все же во многом взгляды и мысли Леши и Влада все так же сходятся. Много моментов, когда мы вместе отвечали, ну, идем, идем и бац. Какой кто-то задает вопрос, и мы одинаково вместе отвечаем. И сразу, в одну секунду. И компания сразу смеется, типа, как вы это сделали, вы что там думаете, экстрасенсы или что, как-то так. Влад и Леша говорят, что это очень здорово иметь брата-близнеца. Ведь, что бы ни случилось, рядом есть человек, который для тебя гораздо больше, чем просто родственник или лучший друг. Если мы даже там ссоримся, всегда будет помощь. Но все равно оно, если и злость есть, но если у брата что-то случилось, то ты всегда пойдешь и хоть сквозь злость, ты им все равно поможешь. Однако близнецы бывают и разного пола. В таких случаях они иногда похожи друг на друга не больше, чем обычные братья и сестры. И тогда их называют двойняшками. Даня и Лиза появились на свет почти одновременно и сделали для своей мамы подарок два в одном. Мне хотелось двое деток. Хотелось и мальчика, и девочку. А тут получилась так вот как бы двойная радость и мальчик, и девочка. И мне хотелось старшего сына. Он старший есть на 10 минут, но он старше Лизочки. Двойняшки тоже проводят много времени вместе и очень влияют друг на друга. К примеру, Лиза хоть и младше Дани на 10 минут, но иногда заступается за своего братишку. Если вдруг Даню кто-то обижает, я не даю обиду своего брата. Малыши говорят, что им никогда не бывает скучно. Всегда рядом тот, кому можно рассказать секрет, с кем посмеяться или поиграть. И хотя обычно мальчики любят играть машинками, а девочки куклами, для Лизы с Даней это не проблема, ведь они все делят пополам. Мы играли вместе в машинки, а когда тебе дед купил домик, мы играли в куклы, то машинки. По статистике в мире насчитывается около 75 миллионов близнецов. Такие люди всегда привлекали к себе повышенное внимание. И неудивительно, что среди них есть звезды мирового масштаба. Вспомните хотя бы Джеймса и Оливера Фелпс из «Гарри Поттера», знаменитых звездочек Голливуда Мэри Кейт и Эшли Олсен. И чего только стоят актеры-близнецы старого доброго фильма «Няньки». Одной из самых ожидаемых кинопремьер 2014 года можно по праву считать фильмной. Конечно, ведь далеко не все современные киношники берутся экранизировать библейские истории. Режиссер Дорен Ароновский решил снять фильмной о строителе самого большого в истории корабля. Что из этого получилось, расскажет Настя Грещук. Наверняка каждый из нас слышал историю о всемирном потопе. Ему посвящено множество художественных произведений, теорий и научных исследований. И вот в марте 2014 года на большие экраны выходит масштабный кинопроект под названием «Ной». Далекие-далекие времена. Земля опустошена многолетней засухой. Орды кочевников истребяют все живое. Один Лишной со своей семьей в этом безумном мире пытается жить в гармонии с природой. Однажды главного героя начинают посещать виденье будущего потопа, который очистит землю от грешных людей. Чтобы спастись, он приступает к строительству огромного ковчега. Во время просмотра картины невольно задумываешься, почему человек уничтожает все то, что дает ему природа. Лента задает зрителю извечные вопросы, но не навязывает свою точку зрения, а дает возможность самому отыскать ответ. Фильм демонстрирует, какой невероятно красивый мир окружает нас. Дивное зверье, горы, озера, умопомрачительные пейзажи Исландии. Перебавьте к этому игру маститых актеров и лихо закрученный сюжет, и вы поймете, что фильм обещает быть по-настоящему интересным и захватывающим. Он выбрал тебя Ной. Как жил Ной до того, как начал строить ковчег? Многие не поверили в его пророчество о надвигающемся потопе. И кому все-таки удалось спастись? Обо всем этом вы узнаете при просмотре новой экранизации старой истории о человеке, который спас все живое на Земле. И в завершении нашей сегодняшней программы мы желаем вам чудес. Верьте в чудеса, и тогда они обязательно с вами произойдут. Ну а пока мы говорим вам до свидания. Встретимся ровно через 7 дней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!